Он оружейный барон в королевстве кривых зеркал Путина. Сергей Чемизов уже 17 лет является бессменным руководителем Ростеха, самой мощной государственной корпорации России, крупнейшего промышленного гиганта, который единолично распоряжается фактически всем российским государственным машиностроением. Сегодня выполнение военных и гражданских авиапрограмм в Комсомольске-на-Амуре оценил глава корпорации Ростех Сергей Чемизов. Уважаемый Сергей Викторович, вы возглавляете крупную государственную корпорацию, куда входят сотни научных производственных предприятий, объединений, которые, несмотря на беспрецедентные санкции, решают задачу, поставленную президентом. Это достижение технологического и промышленного суверенитета страны. Почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, особенно на предприятиях нашей корпорации. Благодаря дружбе с Путиным еще с времен КГБшной работы в ГДР, официальная биография единоличного и сменяемого главы Ростеха Чемизова, из года в год обрастает перечнем чинов, званий, членств и председательств во всяких правлениях и советах директоров, фондах, наблюдательных и попечительских советах. При всех своих регалиях и государственном финансировании Чемизов признает, не все так безоблачно в его оружейной лавке Ростехе. С точки зрения рентабельности производства продукции, она у нас сегодня составляет 2,28%. А должна быть? Минимум 5. А вообще от 10 до 5. То есть речи о создании какой-то современной продукции, на те деньги, которые мы зарабатываем вообще, не может идти. Просто на эти деньги ничего не сделаешь. Если только Министерство обороны нам выделяет на окры или на не окры прямое инвестирование, вот только за счет этого мы что-то создаем, новую современную технику. А за собственные средства, ну далеко не все это в состоянии делать. Многие предприятия, просто они лишь бы выжить. Не стесняясь открыто говорить, что его ведомство дотационно и нерентабельно, Чемезов таким образом признает крайнюю убыточность для российской экономики войны Путина в Украине. При этом самого Чемезова, госчиновника, формально никогда не имевшего никакого бизнеса, несмотря на не самое лучшее состояние дел в его ведомстве, можно смело назвать олигархом. Ведь только одна его квартира на Красной площади в Москве стоимостью около 5 миллиардов рублей, не раз попадала в рейтинги самых дорогих и престижных апартаментов России. Вы, наверное, как и я, думали, что вот здесь никаких квартир быть не может. Ну, какие здесь квартиры? Торговые центры, отели. Но выяснилось, что это не так. Видите? Горят окошечки. Это на 12 и 13 этажах расположены гигантские 1400-метровые апартаменты госслужащего Сергея Чемезова и его супруги Екатерины Игнатовой. Все, что добыто непосильным трудом, скажу так, с небольшой иронией, но, тем не менее, это правда. Должно быть хорошо использовано и на будущее для достижения общенациональных целей. В подчинении Чемезова десятки так называемых оборонных предприятий России. Это и всемирно известный концерн «Калашников», и объединенная авиастроительная корпорация, строящая все без исключения российские самолеты, и холдинг «Вертолеты России», и «Уралвагонзавод», которых в трехсменном круглосуточном режиме собирают для Путина танки. Из-за так называемой производственной необходимости для рабочих там даже отменили отпуска. Петали для самых совершенных российских танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3 производят круглые сутки. Работают в три смены, чтобы справиться с рекордным гособоронзаказом. Видео по производству бронетехники для убийства украинцев на до сих пор незаблокированном YouTube-канале подсанкционного «Уралвагонзавода» сопровождается ностальгирующими ретро-композициями советских времен. Немало там и псевдопатриотических лозунгов из серии «Все для фронта, все для победы». Условия здесь соответствуют статусу предприятия. Чистые тихие цеха, высокая зарплата. Некоторые приходят из принципа помочь друзьям на фронте. В рекламе, зазывающей людей на работу, говорится, что им будет предложена кратно увеличенная по сравнению с мирными специальностями зарплата. А само производство налажено в ущерб нуждам гражданской отрасли. Чтобы выполнить внушительный гособоронзаказ, на заводе даже сократили выпуск гражданской продукции. Сотрудников переобучили. Появилась такая возможность обучиться по программе «Оператор ЧПУ». Вот и я обучился теорию, сдал экзамен и вот сейчас на практике. «Для людей, которые живут не в Москве, а, условно говоря, в Нижнем Тагиле, это достаточно хорошая зарплата, они достойные, они с удовольствием все приходят к нам работать. По-другому мы не сможем привлечь специалистов». Все это говорит о росте инфляции в России и перегреве экономики от вливаний в военно-промышленный комплекс, который ничего не производит для гражданки, а лишь технику, которая в течение считанных дней или месяцев будет уничтожена на фронте. Последние два года вся свита кремлевского тирана системным образом занята милитаризацией российской экономики. А после так называемых президентских выборов их главной целью стал перевод всей жизни страны на военные рельсы ради войны на истощение, которая уже не кажется легкой прогулкой даже для самого Путина. Расходы на военную составляющую растут. Напомню, что в середине 80-х годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13%. В 2024 году, в текущем году, у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. Может быть, будет чуть-чуть больше. Ну, примерно 8,7%. Это, конечно, не 13, как было в Советском Союзе, но это все-таки уже солидная величина. Это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно. В Кремле, объясняя выдвижение Белоусова, провели параллель сегодняшней ситуации с середины 80-х. Я выписал несколько цитатов с совещания по социально-экономическому развитию страны, которое вел Михаил Горбачев в 1986 году. Вот они. Особенность плана в том, что надо совместить и масло, и пушки. Финансы расстроены прежде всего из-за того, что зарплата вошла в разрыв с производительностью. Ситуация взяла нас за горло. Похоже? Близко. У нас, в принципе, тоже нужно и масло, и пушки нужны. В этом году кремлевские власти потратят на статью Национальной обороны рекордные 10 триллионов рублей. А это треть всех госрасходов. Для сравнения, на образование и здравоохранение вместе взятые выделят в три раза меньше. И это не все траты на оборонку. По статье «Социальная политика» начисляют пенсии бывшим военнослужащим, которые десятилетиями ждут льготных квартир в бесконечных очередях. «31 год календарный послужил. С 2003 года служил в Москве. С 2003 года стою на очереди. Ни служебного жилья, никакого». «За последние три года, если с такой скоростью, как последние три года, обеспечен жильем, мне еще ждать примерно 11,5 лет». Несмотря на обильные вливания из бюджета и всевозможное утешение пропаганды, то, что в российской армии творится полный хаос, было понятно уже давно. И военные, и ВПК годами пускали пыль в глаза Путину. И кто кому врет, пусть теперь разбирается аудитор Белоусов. Месяц назад в Ростове его предшественник Шойгу жаловался, что ВПК тормозит с поставками техники на фронт. В ответ глава Ростеха Чемезов клал Мишустину на стол доклад. Мол, производство техники ВПК нарастил в разы, лучше не бывает. «По сравнению с 2022 годом, объем производства и капитального ремонта, допустим, танков на наших заводах выросло в 3,5 раза. Легкобронированной техники в 3 раза. Выпуск выстрелов для танков, боев, машин пехоты почти в 9 раз. Снарядов для ствольной артиллерии в 6 раз. Реактивных снарядов для РСЗО в 8 раз. Неуправляемых ракетных снарядов для тяжелых огнеметных систем в 3 раза». Две трети так называемого оборонного бюджета России – это гособоронзаказ. И больше половины этих денег идет в Ростех. Таким образом, Чемезова, положившего немалую часть российского бюджета в собственный карман, можно смело назвать королем гособоронзаказа. И теперь именно клан Чемезова становится одним из самых влиятельных в российской иерархии власти благодаря новым перестановкам Путина в правительстве. За день до объявления вот этого состава правительства, 11 мая, Путин встретился в Кремле с Чемезовым и Мантуровым. Мантуров – это человек, который, ну, он бывший помощник и ставленник Чемезова, и он занял место Белоусовым в правительстве. То есть, он стал первым вице-премьером. А что такое первый вице-премьер? Это фактически премьер-дублер, который над всеми остальными вице-премьерами и министрами. Вот эту позицию занимал Белоусов, теперь на этом месте Мантуров. И Путин обсуждал фактически работу будущего кабинета с Чемезовым и Мантуровым без всякого Мишустина и без всякого Белоусова. Новый первый вице-премьер и заместитель Мишустина Денис Мантуров тесно связан с главой Ростеха. Ведь он сын его давнего бизнес-партнера, едва ли не член семьи. Кроме первого вице-премьера Чемезов оставил под своим контролем и Минпромторг, которым до последнего руководил сам Мантуров. Новым министром стал калининградский губернатор, выдвиженец Чемезова Антон Алиханов. Думаю, что то, что Денис Валентинович стал первым замом, для нас это позитивно. Новый министр, естественно, окажет ему поддержку и помощь. Тем более, что он выходит сам из Министерства промышленности. Комитет Госдумы по промышленности и торговле, который одобряет все финансирование, возглавляет бывший помощник Чемезова Владимир Гутенев. Кроме того, Чемезов получил также в свое кураторство бриллиант из короны Минобороны, Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, которая позволит ему фактически замкнуть на себе весь импорт и экспорт оружия. Из неочевидного, но важного, нельзя исключать, что именно Чемезов с Мантуровым станут кураторами реприватизации в России на фоне изгнания западных корпораций и санкций против нелояльных к Кремлю компаний. Чем вы принципиально сейчас не будете заниматься? Чем мы не будем, я вам могу сказать. Не будем создавать совместное предприятие с западными компаниями. Потому что это бессмысленно. Ну, вы видите, они просто нас, ну, как 90-е годы бандиты кидали. Вот, и то же самое произошло и у нас. Таким образом, в то время, когда Путин и Чемезов говорят, что нельзя повторять ошибки Советского Союза конца 80-х, они наступают на все те же грабли, что и руководство позднего СССР. Устроили гонку вооружений, ведут страну к плановой экономике и национализации предприятий. Фактически к отбору или скупке за бесценок бизнеса у их собственников. За последние два года, особенно, очень часто Ростех возникает в том или ином виде, называется, как основной покупатель, приобретатель, бенефицар, получение различного рода активов абсолютно разных сфер. Не так много компаний, которые мы сегодня получили от государства. В общем-то, единицы. Во-первых, почему? Потому что это мы, прежде всего, берем компании, которые задействованы в оборонке, тем или иным образом, то есть, либо комплектаторы, ну, головники все у нас, а в основном это производящие либо материалы необходимые, либо комплектацию. Если частные собственники не в состоянии обеспечить необходимые потребности, которые нужны, они являются, допустим, монополистами, ну, в этом случае, конечно, государство принимает решение об изъятии, о национализации того или иного предприятия. При этом Чемизов даже не старается отрицать, что все, что делает российская власть, это уничтожение частного бизнеса, который не задействован в производстве или обеспечении армии. Сейчас в экономике время сравнительно высокой ставки. Ожиданий по снижению от Центробанка близких нет. Скажите, пожалуйста, и при этом идет резкий рост выпуска оборонной продукции. Означает ли это, что оборонка с льготными программами и специальным финансированием перестала сильно зависеть от ставки ЦБ? Насколько она значима для отрасли сейчас? Понятно, что вот просто взять кредит под 18-19, а то и под 20 процентов, это бессмысленно. Это понятно, что ни одна компания этот кредит не вернет. И банки это прекрасно понимают. Поэтому все кредиты, если мы берем под производство нашей продукции, под гособоронзаказ, это, как правило, при условии субсидирования со стороны государства процентной ставки, либо это льготный кредит наших банков в пределах 5-6 процентов. Ну вот только так, по-другому просто не в состоянии что-либо делать. Либо это просто финансирование из бюджета. По мнению российского оппозиционера Владимира Милова, Белоусов сейчас повторяет судьбу опального гражданского министра обороны Анатолия Сердюкова, задачей которого в свое время было тоже сократить раздутый военный бюджет России. Таким образом, как считает Милов, Белоусов фактически занимает должность не министра обороны, а министра снабжения при главном распорядителе ресурсов военно-промышленного комплекса Чемизове. И это разрушает картинку того, что, мол, пришел какой-то новый могучий министр, который наведет порядок в российской армии. Там надо еще вот что учитывать, что 60 с чем-то, я не знаю, 70% военного бюджета это идет в оборонную военную промышленность. Примерно 20 с чем-то процентов это зарплаты. Ну, то есть, денежное довольствие. То есть, здесь у Белоусова нет никакого маневра. Они просто обязаны это дело платить. Вот вопрос. Я слышу все эти разговоры, что Белоусов там придет, какой-то порядок наведет. Вот у него поле самостоятельное для наведения порядков это вот эти 10-15% военного бюджета, которые идут там на снабжение и всякие такие вещи. Тем временем в российском Минобороны продолжаются показательные чистки. За последний месяц там уже пятый задержанный. Последними арестованными стали руководитель департамента по обеспечению госзаказами на обороны Владимир Вертелецкий, а перед ним начальник главного управления связи Вооруженных сил России и заместитель начальника генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который отвечал за связь и все шифрование. Плохая связь была одной из главных проблем российской армии. При нем закупали дорогие и неэффективные системы, а солдаты жаловались, что на передовой не могут докричаться до своих, из-за чего нередко попадали под огонь своей артиллерии. Речь не идет о том, чтобы вычистить из Министерства обороны людей, которые занимаются там коррупцией. Нет. Решается политическая задача, а именно установление полного контроля со стороны ФСБ за Министерством обороны. Недавно агентство Reuters написало, что Путин готов остановить войну в Украине при условии, что российские войска останутся на фактической линии фронта. Об этом Reuters сообщил со ссылкой на четыре источника в кругу кремлевского диктатора. Учитывая трудности, которые становятся все более очевидными в Министерстве обороны и в военно-промышленном комплексе России, этот сценарий может быть весьма вероятным. Хотя большинство аналитиков предупреждают, что Путин таким образом хочет взять паузу, чтобы пополнить силы и перевооружиться. Я не верю в то, что этот режим стабилизируем без войны. То есть основная проблема вообще этого режима состоит в том, что после всех тех реформаций, которые произошли, соответственно, в 16-м, 17-м, 20-м, 22-м годах, он оказался вот тем химическим раствором, который без войны не является стабильным. Понимаете, вот есть в химии такое понятие – стабильный раствор, и там нужен консервант. Если консерванта нет, он распадается на составные части. Это политическая проблема этого режима. Он сейчас может быть стабильным, только если туда добавить щепотку войны. Поэтому стратегический ответ – нет. При этом абсолютно понятно, что Путин вполне может согласиться при определенных условиях на прекращение огня для того, чтобы перезарядить батарейки. Таким образом, пожилой тиран Путин, запачкавший кровью себя и свое окружение, приближает к себе одних, чтобы нервничали другие, и делает ценные подарки своим боярам в виде продвижения их детей во власти, при этом держит народ на сухом пайке. Все для фронта, все для никому непонятной победы. И ничего для тех россиян, которые не хотят мрать руки в крови и не быть соучастниками военных преступлений Путина и его окружения. В свете затянувшейся войны Путину еще больше придется экономить. На нового министра обороны Белоусова возложена миссия – спасать от кризиса раздутый и неэффективный военно-промышленный комплекс клана Чемезова. Но то, как кремлевская верхушка проводит нынешние экономические реформы в армии, свидетельствует о том, что фактически она обречена на повторение ошибок советского руководства. Субтитры создавал DimaTorzok